Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители! С вами Вячеслав Котляров, в Харькове, 16 часов 22 минуты 05-09 2016 года. Еще точно не уверен, но возможно ролик будет из цикла «Доверительная беседа». Мощные информативные нагрузки, скорее всего, не будет нести. Хочется просто с вами побеседовать, пообщаться. Несмотря на то, что уже 16 часов, я на самом деле только проснулся. И надо знать, как бывает, на глаза попадаются комментарии, которые хочется прокомментировать. Но не писать ответ, потому что ответ это займет много времени. А просто взять его и озвучить на микрофон. Вот мне очень, ну мне многие комментарии нравятся, но вот этот мне, конечно, комментарий заинтересовал. Очень пишет Ирина Ваде. Надеюсь, правильно я произнес. Ну, Ирина это я знаю правильно. Ирий. Это мир. Вот. Мир, спокойствие. Так вот. Спасибо, Слава. Твое видение нашей планеты дает ответы на вопросы ищущих. Где взять подтверждение более глубокой теории? Может обратиться Прокопенко в территорию заблуждений? Он копает историю. И учение говорит, что нас дурит. Ну, дальше текст очень большой идет. Сейчас еще что из него зачитать. Может, у него найдется немного времени подключиться к плоскоземельщикам из сотовой земли? Может, снарядим его в экспедиции, сбросимся на расходы? Ну, знаете что, я... Знаете, как оно интересно зачастую бывает, Ирина и уважаемые слушатели и зрители? Да потому что Игорь Прокопенко и его команда уже давно знают про сотовую землю. Я вам даже больше скажу, они еще узнали про нее чуть-чуть раньше, чуть-чуть, там, на несколько часов раньше, чем все зрители, которые, так сказать, столкнулись с моим роликом в интернете. Не могу сказать точно, на сколько часов они раньше узнали. Ну, может, где-то часов на 8. Они уже знали, скажем так, о сотовом мироустройстве. Естественно, как и многие, покрутили пальцем у виска. Значит, каким образом они могли знать? Года два назад, когда я начал потихонечку, скажем так, пробираться, как говорится, через терни к звездам, чтобы осветить свои знания, параллельно я хотел, чтобы, естественно, знания были мои озвучены, чем больше известен человек, тем знания быстрее распространятся. Но, к своему удивлению, я понял, что многие те, кто думают, что они воюют на нашей стороне, за нас славян, потомков великой расы, выяснилось, что на самом деле они на стороне наших недругов. Вот, поэтому, естественно, я большое количество этих людей перечислять не буду. Я вам проще скажу, практически все на стороне наших недругов. Косвенно или напрямую, но они помогают нашим захватчикам, оккупантам творить безлот. Вот, про Копенко, да. Значит, когда я начал писать письма, видно, мои письма настолько заинтересовали людей, что через какое-то время я увидел свои собственные мысли в передаче «Территория заблуждений». Благо, есть немало свидетелей, которые со мной висели в скайпе и с которыми я делился своими незначительными для меня, по моим меркам открытиями, которые незамедлительно перекачивали на РЕН-ТВ. Так вот, Ирина, сотовую землю они прекрасно знают, но, Ирина, пожалуйста, вот услышьте меня. Ни за какие-то коврижки, ни под страхом самых ужасных пыток РЕН-ТВ не озвучит сотовую землю. Это тема табу. Это запрещенная тема. У меня всегда просят доказательств. Ну, вот я еще одно доказательство привожу. РЕН-ТВ даже в шутку, чисто, знаете, чтобы, как вот, в этом, в КВИ не было, говорит. Гадя, скажи свою фамилию. Ну, чисто, чтобы поржать. Так вот, чисто, чтобы поржать, высмеять сотовую землю, они этого не скажут. И никакие экспедиции никто, естественно, собирать не будет. Вот, поэтому, кстати, один из самых уникальных фильмов, на мой взгляд, где РЕН-ТВ сняло по поводу моих озвучений в скайпе, это фильм, связанный про волосы. Если я в интернете найду этот фильм, я, может, фрагментик маленький, там, на 2-3 секунды вставлю. Скажем так, вот, мы все привыкли, что РЕН-ТВ то про тарелки снимает фильмы, да, влетающие, то там какие-то загадки цивилизации. Ну, а тут про волосы, да. Ну, они, кстати, на самом деле сняли еще три шикарных фильма, связанные со славяно-ариями. Ну, они относительно, как бы, немножко в сторону тоже уводят нас, потому что там затрагиваются. Знаете, есть официальная история, а есть, ну, от темных вброшена нам. А есть это псевдоистория, которая тоже от темных вброшена. Это история, там, про Рюрика, там, который, это, был, там, барягом, там, как говорится, это, когда он там пришел тысячу лет назад, чи когда там по официальной истории приехал на повозки, да. Только тысячу лет назад, правда, тут летающие тарелки вовсю летали, и, как говорится, это технология, цивилизация 200 лет назад была, превышала нашу в несколько сотен раз. Ну, даже вот тот простой пример, что аналог, скажем так, энергии был использован по типу Тесла. То есть, люди еще 200 лет назад не пользовались ни углем, ни бензином. Паровозы ходили исключительно на других технологиях. А после ядерной войны пришлось паровозы это переоборудовать под паровое отопление. Поэтому, уважаемая Арина, про Купенко он в курсе. Единственное, я не знаю, в курсе или нет, кого он озвучивал. Есть вообще там ролики, где он вообще не то, что там слово-слово говорил мои слова, а даже с такой же интонацией. Вот. Ну, потом, когда они поняли, что я засек, то, что они озвучивают меня тютелька в тютельку, они начали немножко это, изменять расположение слов. Ну, а после того, как я пошел в поход с сотовой землей, они это, уже им тяжело было меня копировать. Максимум, что они из моих мыслей аккуратно озвучили эту Антарктиду. То есть, когда я сообщил, что в Антарктиде растут пальмы, что на самом деле так и есть. Уважаемые слушатели и зрители, это не шутка. Там климат, как в Африке, тропический, как на этом, на экваторе. Ведь почему Антарктида называется даже по нашим неправильным понятиям Южный полюс? Да потому что там юг, потому что там жарко. Поэтому, а РНТВ же понятно, что она не могла сказать, что сейчас пальмы растут. Поэтому есть ролик у меня, где РНТВ сказали, что пальмы давно там росли. Ну, вы знаете, они как и давно там росли, так и сейчас пальмы там растут. И ананасы, и бананасы. Вообще, конечно, у Ирины заметка большая, желательно всю прочитать. Нас уже тысячи, это сила в деньгах и в действиях. Ох, Ирина, Ирина. Да, мне где-то на глаза попалась у Ирины. Тоже под финал она написала, что надо объединяться. Кто читал мои сообщения, поддержите мысли объединения. Вот, вот чем я отличаюсь от темных. Помните мой ролик, где я говорил? Если вам говорят выходить на улицу и требовать своих прав. Это ловушка, это пастка, это западня. Если вам говорят объединяйтесь, это ловушка, это пастка, это западня. Ирина, это, знаете, я, может, такую грустную аллегорию приведу. Но представьте, пастух ведет стадо баранов. И они разбежались по всему полю. И вот у него там помощники собаки, они собирают баранов в стаю, чтобы лучше было за ними следить. Вот точно так же наши враги, они нас собирают в стаю, чтобы лучше контролировать. Знаете, как, вот такой тоже грустный пример приведу, представьте. Есть, допустим, тысячи наших добрых единомышленников, соратников. Вот мы сейчас рассредоточены по всему миру. Так удивительно, с разных стран мира пишут люди, и они находятся в одиночестве. Текст писем всегда один. Ни семья, ни родственники, ни дети меня не понимают. Я один, я одна со своими мыслями. Меня считают сумасшедшим. Меня считают, что меня в секту затянули. Сотовая земля. Секта сотовая земля. А вы знаете, что на самом деле секта, это круглая земля? Все, кто ее поддерживает, это работают на масонов. Все без исключения. Косвенно, не косвенно, за деньги или бесплатно, но они сектанты. Те, кто утверждает, что земля маленькая, кругленькая. Это преступники. Они ведут наших детей через дорогу на красный свет. Поэтому все, кто доказывает, что земля маленькая, кругленькая, это проект масонов. Они работают на масонов. Вот. И будут продолжать работать на масонов. Поэтому никаких выходов с правами на улице, требований прав. Никаких объединений. У меня рецепт вообще отличается от всех, так сказать, лекторов и прожекторов. Распространение знаний исключительно. Вот просто давайте на минуточку помечтаем. Если хотя бы 10% славяно-язычных узнают. Не, не просто узнают, а примут истинное положение вещей, что наша планета в миллиарды раз больше, лед тронется. Это вот, знаете, когда муравьи, муравейник строят, им нужно определенное количество муравьев. Если не ошибаюсь, 144 муравья. Вот если их меньше 100, они муравейник не будут строить, они будут хаотично бегать. Но только их становится 144, они как солдатики начинают за работу берутся. Вот если у нас будет 10%, мы начнем строить другой муравейник. Муравейник знаний. От нас, от 10% будет идти свет. И люди будут заражаться знаниями. Слово «заражаться» использовал сознательно. Предположительно, это древнее исковерканное слово, светлое. Так как мы знаем, слова поменяли смысл. В древних ведических сказках упоминается такое словосочетание. Он заразил врагов любовью, и они стали людьми. Заразил за рассвет. Ра-свет. Хе-хе. Рассвет света. Ну, смысл уловили. Я просто, что говорю, я проснулся 30 минут назад, и у меня как бы это еще... Знаете, как поднять подняли, а разбудить забыли. Так вот это и убедя сейчас так. Вот, поэтому, Ирина, все все знают. В Антарктиду экспедицию будут блокировать. Вот там девушка, если она, конечно, девушка написала, полмиллиона рублей на экспедицию выделить хочет. Ой. Эх, вот это ж таке життя. Давай, Котлеров, время наступило. Для объединения не сиди один. Посмотри фильм «Аватар», там сила в объединении. Хе-хе. Это Ирина пишет. Ну, вот это как раз-то «Аватар»-то и сняли. Хе-хе. Темные. Показали пример. Я, честно говоря, не помню, чем он там закончился. Хороший фильм в плане графики. Кстати, есть американский мультик, который я видел 20 лет назад. Он, правда, по-другому называется, но там те же события, что и в «Аватаре». То есть фильм «Аватар» я еще 20 лет назад смотрел в мультяшной подаче. В мультяшной подаче. Так. Вот давайте. Я вообще вот как бы тогда, помню, читал и положительные, и негативные комментарии. Но дело в том, что когда я негативные читаю, я сильно много на них время трачиваю. Это оно не стоит. Лучше больше положительных, конечно, комментариев читать от вас, дорогие, уважаемые слушатели и зрители. Но вот все-таки один прочитаю. Он такой непонятный. То ли он положительный, то ли негативный. Ой, не записал фамилию человека, который... Вот сейчас, может, найду в списке, далеко не отмотал. Должна ж страна знать своих героев. Сейчас пошукаем, пошукаем. Ну, убежал. А может, то и не настоящая фамилия, имя просто. Мне вот это улыбают люди, которые требуют доказательств под никами и без фамилии. Вы кто? Вас вообще нет. У вас на «Аватарке» свисток, а фамилия это... Миклуша Петрушкин. Кому я должен доказывать? Миклуша Петрушкину или Хлопушкину? Доказать. Ничего себе. Вы не можете доказать, что вы есть, а я вам должен доказывать. Я уже сказал, что человеки меня попросили по-человечески. Слава. Доказательствами нужны только тех, кто появился из плоского яичника, круглого. А мы появились из сотового. Мы, как говорится, из сотового зародыша выросли. Поэтому те, кто появился из сотового зародыша, кто смотрел мой ролик «Человеческий эмбрион сотовый», понимают, о чем я говорю. Вы можете все-таки найти этого хлопчика. Я фамилию не записал. Дай играть с ними. Значит, Котлеров, признайся. Ну, на самом деле, неважно. Тут с таким вопросом можно. Неважно, кого я напишу. Озвучи имя, фамилию. Котлеров, признайся. Тебе специально нанялись, чтобы своим личностью отталкивал людей от истинных знаний? Своими личностями. Своей, наверное, личностью. Ты настолько их извращаешь и перекручиваешь. А даже еще, знаете, какой комментарий видел? Я удивлен. Люди на полном серьезе слушают Котлерову. Ну, во-первых, ты тоже слушаешь меня. Ибо откуда бы ты знал бы, о чем я говорю? У меня вот парадокс вот эти, которые пишут негативные комментарии, они штудируют каждое мое слово. Я настолько их притянул магнитом, что они уже не могут жить без моего голоса, без моих знаний, без моей подачи информации. Даже недоброжелатели. И, как я иногда иронизирую, с добрыми людьми легко договориться, как говорится. Я добрый человек, вы добрые люди. Мы с вами общий язык найдем. Но если я у полоумных, у малешенных, я имею в виду вот эти тролли, которые пишут всякие гадости, если я у всяких пришелепковых вызвал интерес и внимание, это победа. Ну, представляете, у нездорового человека, который живет там в своем виртуальном мире, работает на масонов, распространяя знания, что наша земля маленькая, кругленькая, он смотрит в меня с интересом, без интереса, он уже притянут. Он, я вот этот, как соломенный бычок. Помните сказку про соломенного бычка? Вот, кто до него дотрагивался, все приклеивались. Даже его найти приклеились недоброжелателем. Наняли. Ну, вы знаете, у светлых иерархов нету такого понятия наняли. Знаете, добрые дела – это дело добровольное. Я, если фигурально сказать, то светлые иерархи, небесная канцелярия, ну, не наняла это дурацкое слово. Дала добро. Причем она дала добро исключительно из-за того, что я выпросил. Я несколько лет упрашивал наших светлых иерарх, нашу небесную канцелярию, чтобы дали мне разрешение озвучить эти знания. Потому что, если бы я их не озвучил бы, они все равно озвучены другим человеком. Но это могло бы произойти и через 10 лет, и через 20, и через 30. А нужно действовать здесь сегодня и сейчас. Причем уникальность этих знаний заключает, я подчеркиваю, такие знания только могли озвучены, были быть только славяно-язычным человеком. Ну, мы знаем, у нас 22 славянских языка. Неважно, кто бы это мог бы быть, там, серп, поляк. Даже ирландцы и шотландцы – это же тоже наши братья-славяне. Про это мало кто знает. И шведы. Есть Швеция – это совсем другое. Ну, есть Швейцария, а есть Швеция. Вот шведы – они тоже славяне. Я почему для себя вот так вот понял, что они близки к нам, судя по компьютерным играм. Кстати, маленький объяв тех, кто желает влиться в команду создания компьютерной игры «Сотовая земля», это милости просим. Берем всех, даже бета-тестеров. Игры, правда, нету, тестировать пока нечего. Но все профессии нужны, все профессии важны. Ну, вот, наняли. Тяжело, конечно, люди находятся на разном уровне развития. Я вот тоже такой, да меня эту тему освещали. Есть много уважаемых лекторов, которые и вскользь, и вообще полный объем затрагивал эту тему, почему немножко мы такие сонные. Ну, кто-то их услышал, кто-то не услышал. Иногда некоторые вещи, которые я озвучиваю, более слышимы, нежели те же вещи, которые озвучили другие уважаемые лекторы. Вся сложность тому, я вот возьму период Советского Союза. Хотя это было во все времена, точнее, за последние 200 лет. Но я возьму отрезок Советский Союз. Темные, которые захватили ячейку, они в Советском Союзе всегда не только на управляющие посады ставили людей с низким эволюционным числом, но они этих людей еще засовывали во все источники. В кино режиссеры, актеры доминировали, во всех творческих всевозможных направлениях всегда во главе стояли люди с низким эволюционным числом. Люди с низким эволюционным числом, это, как правило, потомки библейского народа. Я сознательно не испытываю общераспространенный термин. Хотя, вы помните, я говорил, что еврей, это означает положительно. Потому что они всегда себе берут слова, которые несут положительную нагрузку, а нам отдают свои негативные. То есть, еврей это первый, а рей это флаг, это ведущий, первый парус. Ну и также жид, жизнь дающий его. Поэтому еврей, другую нагрузку идет. Я уже ввел термин мерды. У меня как-то появилась одна идея, не знаю, сказку одну зачитать. Ну, может, если не зачитаю, называется сказка Паганка. Я понял, что если ее читать, надо придется слово там заменять на мерд, чтобы меня это воспринимали определенные элементы не сильно враждебно. Сказка Паганка. Вот есть уважаемый Анатолий Анатольевич Шляхов. Очень мудрый человек. Ну, вот вчера у него услышал про эту книжку. И он рекомендует всем деткам ее изучить наизусть. Вот тоже, кстати, пример. Это дядя Толик очень хороший, добрый, светлый человек. Дело в том, что когда я слушал его истории там из прошлого, он по характеру очень близок ко мне. Он же такой же несгибаемый, он же такой же революционер. Но, видите, вот он там страдает всякими грустными недугами. А почему? А потому, что пропагандирует, что наша земля маленькая, кругленькая. Помните, я не раз говорил, меня спрашивали, а для чего эти знания? В первую очередь для здоровья. Когда мы пропитываемся лживой наукой, то мы начинаем болеть. Болячки всевозможные бывают. Вот. Как только мы начинаем освещать истинное положение вещей, а для любого человека уже не является загадкой, что наша планета в миллиарды раз больше, начинается саморегенерация, самоизлечение. И вот дядя Толик, он там с ногами мучается, они у него водой отекают. И если человек примет истинные знания, исцеление начнется просто молниеносно. Но думая ложь, распространяя ложь, человек накапливает себе болячки. Вот. Так что Советскому Союзу? Дело в том, что и сейчас, в принципе, это продолжается. То есть, допустим, к примеру, певцов в Советском Союзе старались ставить низшим эволюционным числом. То есть у нас потомкам великая раса выше, а когда нам поют это люди, которые более молодая раса, ну, фактически яйца курицу учат, то это получается, нас это гасит. Ну, есть очень хорошо про это, очень великолепный лектор, вот, если я правильно скажу, по-моему, Надежда Токарева. Вот она, по вот этим вопросам, просто мега-специалист. Меня всегда спрашивают, там, в лекции, там, человек, там, спросил, как там с энергией управлять. Вот Токареву слушайте. Кстати, не знаю, в ролике говорил или нет, мне как-то сообщение написали. Когда она была в Харькове, она сказала, что город мощный по энергетике. Ну, вы по мне видите, город действительно Харьков мощный по энергетике, как я говорил, ха-ра, это энергия. Вот, поэтому у нее можно подробно найти в лекциях, где она рассказывает, что людей, которые выше, ну, вроде она про это говорила, должна во всяком случае, что люди, которые с низшим эволюционным числом управляют людьми, которые выше, те, которые управляемые, которых высшее эволюционное число, выходят на уровень вот этих, скажем так, недавно появившихся на свет людей. Вот, поэтому объединение, это девиз темных, а мы рассредотачиваемся. Исключительно рассредоточение. Мы в оккупации, мы должны вести себя как партизаны. Это я уже вызвался, это вышел, как говорится, это на люди. Когда меня не станет, просто помните, что первое, никаких выходов на улицу, никаких объединений. Просто, как говорится, листовки. Листовки. Вот кто-нибудь вот приколитесь, и просто как листовки. Представьте, у нас нет интернета. Вот вдруг темные отключили интернет. Как знания раздавать? Вот добрые люди, и я вот, может, сделаю скриншот, это уже листовки клеят по городу, фильм смотреть. А надо сделать небольшие листовки с сотовым мироустройством. Достаточно одно написать, что наша планета в миллиарды раз больше, на этой планете находятся сотни тысяч земель, которые опоясаны ледяным кругом. Наша земля находится в одной из таких ячеек, если пересечь антарктический круг, мы окажемся в новых землях. Этого достаточно. Человек, который... Человек, он это примет, ему не надо ничего разживывать. Те, кто не примут, им хоть, как я говорю, хоть экскурсию в соседнюю соту сделай. Они все равно это не поверят. Да не поверят, просто спятят. А нафиг мне грех на душу брать. Привезти обратно сумасшедшего, который будет бегать, тут рассказывать. О, там у них пальмы синие, кокосы, блин, фиолетовые. В дурку его закроют, и все. Зеленые пальмы, красные огурцы. Так. Где-то что-то еще какой-то момент был. Ну, немножко таких, знаете, так размазано, да, ну, может, не размазано, как это, информационной нагрузки. Видите, мне про политику тяжело говорить. Ну, вначале я начну, кстати, с терминов. Вот там вот ученый, профессор, академик. Вот ученый, это на самом деле ученик. То есть, у любого ученого, у любого ученого, это ученик, который просто еще учится. На самом деле, вот это у нас просто, когда говорят, ученый с мировым именем. Ничего себе, ученик с мировым именем. А может, этот ученик вообще двоечник. Вы у этого ученого экзамен принимали, чтобы им восхищаться. Профессора, это те, кто занимается профанацией. Академики, я не помню точно, с какого современного языка, по-моему, из арабской группы, но академик переводится лжец. Ну, я сейчас не буду искать. Может, кто-то найдет, поможет. И вот, что у нас получается. Ученые, это ученики, профессора, которые занимаются профанацией, академики, обманщики. Ну, может, академик, может, и положительное значение имеет. Помните, как я говорил, что если приставка А, альтернатива, симметрия, асимметрия. Может быть, академик в древнем языке означало человек, знающий коды. А академик, это альтернатива человеку, который знает коды. И не надо мне поправлять, чтобы там пишется коды через О. Знаете, почему-то в советском языке пишется алгоритм, а в белорусском алгоритм. В белорусском правильно пишется. В белорусском, кстати, сохранилось древние устои наших правил. Вот почему я говорю, что он очень близок к протославянскому языку. Еще сербский очень близок к протославянскому языку. Потому что в белорусском, насколько мне известно, там как слышится, так и пишется. Я как-то смотрел маленький ролик, там какие-то добрые школьники сделали ролик про Сербию. И они читали слова сербские и смеялись над ними. Вот как смешно произносятся эти слова. Ну, а школьники, конечно, на советском языке говорили. А вот если бы школьники знали, что эти слова как раз-то в сербском правильно произносятся, именно так как они произносились миллионы лет. Ну, не миллионы, но, может, последние тысячи лет. С академиками разобрались. Вот еще запретная тема, которую я вам озвучу. Страшная тема. Знаете, есть на планете банки спермы. А вы знаете, что там сперму в большом процентном соотношении? Те, кто ее сдает, точнее, как так правильно сказать, сперму с датой уничтожают и заменяют ее на сперму совсем других людей. То есть, вот те, кто оккупировал нашу ячейку, это не люди. Они свою сперму заменяют в этих банках на сперму, которая была. И еще берут сперму у этих, у всяких там маньяков, насильников, убийц там, и подменяют в банке данных. Это закрытая тема. Про нее вообще никто ничего не знает никогда. Ну, видите, я как всегда открываю все тайны. А может, кто-то знает. Может, я излишне самоуверен. Ну, вот, если подытожить банк, то есть, люди сдают сперму в надежде, что там через 20 лет заведут ребенка, но та уже украдена и уже поставлена и либо сперма нашим мировым правительством, а они не люди, либо с какими маньяками, убийцами, насильниками. Ну, и по финалу, наверное, я, наверное, хотел бы еще затронуть тему, связанную с революционными лидерами. Темные во все времена придерживаются такой тактики. Они садят лидера в тюрьму. Иногда на пару месяцев, иногда на пару лет, иногда на несколько лет, там, 10. Если на много лет, там, больше двух, это, как правило, они его обрабатывают, уже выходит другой человек. Если он необрабатываемый, находят похожего человека, потому что, когда там через 10 лет человек вышел из тюрьмы, можно писать, что он постарел, хотя это мог выйти, допустим, другой человек. И вот они выпускают этого человека из тюрьмы, и он уже ведет, объединяет в нужное русло. Вот. И ведет народ куда не нужно. Вот. Поэтому, когда какого-нибудь лидера садят в тюрьму, а потом его пускают, знайте, это темные его посадили, темные же его выпустили, и темные будут курировать, правильно ли он делает, выполняет те инструкции, которые, которые он, которые в него были заложены. Хотелось бы на чем-то веселом закончить, на оптимистической ноте какой-нибудь. Перефразирую это какой-то комментарий, когда мне сказали, вот, ляру бороду отпустил, хорошо выглядит, ему бы еще волосы сбрить, чтобы нормальная была прическа. Ну, мы знаем, что волосы это для нашей великой расы, это равносильно как часть тела, то есть, сбрить волосы, это, как там говорили бояре, не режь, царь, бороду, лучше голову руби. Это было равносильно, что бороду потерять, что голову. Ну, и, где шутка, это, помните, старый анекдот, это, то есть, если я волосы бы, допустим, сбрил бы, состриг бы, получилось бы, как в том анекдоте, когда мужик похож на Карла Макса, говорит, вы шо, говорит, вы так похожи, вы, говорит, сбрейте бороду, не палитесь. А он, мужик, говорит, да я бороду сброю, или сбрею, ну, в нашем славянском языке можно все шоу, вот, сбрею, а умищат, куда девать. Ну, собственно, пока все, большое спасибо, что слушали меня, слышали меня. С вами был Вячеслав Котляров, всего доброго вам, до новых встреч, и спасибо большое за ваше ко мне внимание. До свидания. Барабан был плох, барабанчик бог. Туру-туру-туру-туру-туру-туру-туру-туру-туру.